глубоко уважаемый ярослав владимирович дорогие коллеги мне большая честь конечно выступить на этой потрясающей платформе снова с моим докладом об особенностях языка калачакра тантры я сегодня буду говорить калачакра тантра и сопряженная с ней комментаторская литература была записана на особом языке который в целом напоминает санскрит но он отличается как от классического санскрита так и от буддийского гибридного санскрита этот особый язык представляет определенную трудность для правильного и адекватного понимания перевода на европейские языки доктринальных и обрядовых текстов калачакра тантры весьма часто в нем намеренно искажены правильные грамматические формы классического санскрита и используются особые многозначные символические слова понятия правильное толкование которых по сей день вызывает жаркие споры среди востоковедов изучающих калачакры тантру и другие тексты тантритского буддизма в целом целый ряд особенностей характеризует санскритскую лексику и грамматику калачакры тантры которые согласно традиционным комментатором и по мнению некоторых востоковедов были специально принесены в тексты преследуя дидактические и просветительские цели речь прежде всего идет о множестве неправильных фонетических явлений грамматических конструкций которые изобилуют в этой тантре исследователи калачакры тантры видят что их составители использовали необычный язык который заметно отличался от санскрита древнеиндийского грамматика панины однако основная научная проблема заключается в освещении истинной причины такого лингвистического варварства имеем ли мы здесь дело с простой некомпетентностью тантритских авторов или у них были какие-то свои причины и намерения внедрить и применить в специальных целях неправильный санскрит весьма любопытен тот факт что видимо для того чтобы оправдать наличие таких языковых отклонений применение данного неправильного языка а также показать на его преимущество авторы калачаклинских текстов дали ему название сарваджина бхаша всеведущий язык и основную проблему можно сформулировать так почему неграмотный язык калачакра танкты был назван всеведущим сарваджина под понятием сарваджина бхаша в калачаклинской литературы можно понимать не только всеведущие все учитывающий характер языка калачакра тантры охватывающего различные языковые аспекты данной тантры но что еще более важно для буддийского мировоззрения для его идейного универсализма и празиевских задач под этим термином можно понимать также синкретическую природу философского языкового понятийного аппарата этого учения синкретизм характеризует эту тантру не только чисто в лингвистическом отношении но и в доктринальном философско-понятийный аппарат этой тантры основан не только на буддийской философии но использует и часто с позиции буддийского мировоззрения в новом свете освещает также понятие доктрины ортодоксальных школ индийской философии и религий сангхия йога фишнуим шиваизм и так далее к этому можно добавить еще методологический аспект применения такого необычного языка в качестве искусственного метода или средства упая каушаля в дидактических и празилийских целях обращения буддийскую веру калачакра тантры представители других народностей конфессии также школ буддизма исходя из выше изложенного постараемся я буду стараться рассматривать язык калачакра тантры с двух ракурсов первая особенность языка калачакра тантры чисто лингвистическом отношении и вторую особенность языка калачакра тантры в методологическом дидактическом отношении немного о истории в ранний период формирования буддизма ее основатель ситхарта гаутама в полемике с брахманской ортодоксии провозгласил и сформулировал особый подход к языку который в ходе дальнейшего развития становления основанной им религиозно-философской традиции потерпел значительные изменения позиции буду относительно того каким должен был быть язык буддистского юра учения изложена а в палийском кануне в беседе с ямилу и стекулой двумя братьями брайминами которые передавали которые предлагали простите благословенному записать учение на санскрите в настоящее время владыка различные монахи из разных кланов и социальных слоев происходящие из разных семей искажают речь просветленного излагая ее на своем собственном диалекте теперь мы благословены распространяем речь будды в метрической форме просветленный владыка упрекая их сказал заблуждающиеся люди как вы можете так говорить это не приведет к обращению неверующих монахи речь просветленного не должна быть преподана в метрической форме это было бы ошибкой я разрешаю вам монахи изучать речь просветленного на своих собственных диалектах ну вот метрическая форма чандоса а порема конечно спорный вопрос известный индолог буддолог франклин эйдертон полагал что здесь чандос и чандоса а порема означает не метрическую форму взаимен прозаическая а что под этим термином братья брамины подразумевали санскрит ведической литературы в целом ответа до упанишат потому что брахманы и упанишаты тоже являются чандос но в отличие ответ записаны в прозаической форме существует исторические и лингвистические факты свидетельствующие о том что буддийские монахи и миссионеры поначалу выполняли это предписание будды относительно языка учения ранее буддийские надписи например бархути подтверждают это где бы в индии не возникали буддийские общины в тот период совершенно совершенно изречения будды передавались на местных среди индийских диалектов самый наглядный пример согласно эйдертону это поиски канон который возник где-то центрально западной индии однако спустя несколько столетий последователи будды в индии и в некоторых соседних регионах начали игнорировать это предписание будды они предприняли под попытки составить каноны на литературном индийском языке а не народных диалектов в индии санскрит естественно имеет особый статус в обществе и в качестве языка высокой литературы и культуры брахманских кругов он начал оказывать влияние на буддийских соседей подобное двум ученым монахам из рассказа вина и апитаки более поздние буддийские буддисты считали что было бы достойно подражать брахманам и санскритизировать свои сочинения что было что было бы более достойно да знаменитый длинный детский поэт ашфагоши был одним из первых кто отказался писать на народном языке и свои литературные сочинения записал на стандартном санскрите с другой стороны некоторые буддийские писатели вместо того чтобы полностью отказаться от литературного языка взяли в качестве основы средний индийский диалект на котором были записаны и распространялись буддийские тексты и частично их санскритизировали но насколько несовершенно они это сделали что лежащая в основе средний индийский все еще давал о себе знать в результате этого искусственного слияния простонародного языка с санскритом возникло то что эджерта называл буддийским гибридным санскритом на котором в течение столетий составлялись большинство северноиндийских буддийских текстах лингвисты этот язык часто называли искаженным или просто плохим санскритом однако эджертон отрицает эту точку зрения утверждая что это совсем это вовсе не санскрит а просто-напросто семей средний индийского санскрита основа или субстратом этого языка является средний диски тогда как санскритские элементы только вторичные поверхностно привнесены в этот гибридный язык идет он подчеркивает что буддийский гибридный санскрит изначально представлял собой или был основан на древнем дохристианском среднеиндийском народном диалекте то есть он не есть и никогда не был санскритом касается танкрийских текстов буддийской традиции ваджираяны нужно иметь ввиду что исторически они были составлены как минимум на трех индийских языках это санскрит апа брамши и восточный индийский диалект известно еще как старый бенгальский однако большая часть литературы ваджираяны было написано все на санскрите который был лингва франка всей индийской культуры и это не удивительно так как буддийская традиция ваджираяны как и весь буддизм целого распространялся среди разнообразных языковых сообществ и следовало ожидать что индийские буддисты ваджираяны прибегли к универсальному языку просвещенного дискурса чтобы распространять свои доктрины то есть можно ли сказать что авторы текста ваджираяны нарушили изначальный завет будды приводимые в вина и питаки вот вопрос в калач-аклинской литературе калач-аклинской литературе стычаем следующее любопытное высказывание подумно тому как избранные божества брахманов вишнуитов чиваитов брахма хари хара и другие говорят на санскрите так и на наши избранные божества будды и батьки сатвы заговорили на санскрите это вималапрабха базовый комментарий калач-акры тантре однако как было отмечено выше этот санскрит отмечен целым рядом особенностей и большим количеством грамматических отклонений исследователи текста калач-акры тантре например гофман описывал язык коренной тантре калач-акры парама ади будхи не только писал что не только написано на буддийском гибридном санскрите но на очень испорченном варварском санскрите полуиндийского крайне северо-западного региона джон нюман своем будды санскрит индо калач-акры тантра полагает что существующие грамматические отклонения в санскритской литературе калач-акры тантре были введены преднамеренно в дидактических и посвятительских целях они были результатом простого невежества их авторов однако в комментаторской литературе в калач-акры тантре приводится простите к калач-акры тантре да приводятся любопытные аргументы оправдывающие использование неправильного санскрита и здесь главным образом утверждается что буддийские авторы намеренно искажали санскрит используя его в качестве своего рода искусного средства упая каушаля дидактических и просветительских целях прежде всего в полемике с брахманской ортодоксией в ималоправке в комментарии тантрящей калач-акры тантре встречается описание особенности языка используемого в текстах парамаде будха это коренная тантра калач-акры самой калач-акры тантре и в ималоправке в комментариях и в целом во всей калач-акры литературе так мы читаем чтобы устранить привязанность правильным правильному языку тех браминов которые отстаивали применение правильного языка кальки-яшес полагался на внутреннее значение слов некоторых стихах и калач-акры тантре встречаются грамматические неверные слова некоторых случаях сезуры отсутствуют некоторых местах встречаются слова без поддержных окончаний некоторых отсутствует нужная буква и гласные звуки в некоторых стихах вместо долги гласных стоят краткие а вместо кратких гласных долги в некоторых случаях местный падеж используется вместо отложительного падежа а родительный падеж используется вместо датильного падежа некоторых случаях среднему залогу относятся к корень которому характерен активный залог тогда как активный залог приписывается к корню используемому среднем залоге в некоторых отрывках используется множественное число вместо единственного числа и единственное число вместо множественного числа. Синний род используется вместо мужского рода, а мужской род используется вместо сиреннего. В некоторых отрывках текста зубной са и церебральный сша используется вместо палатального сша, а в некоторых случаях используются зубные и палатальный вместо церебральных. В некоторых случаях палатальный и церебральный используются вместо зубных. В тексте встречается также много других других подобных вещей, которые должны быть поняты строго в соответствии с наставлениями тантрийского мастера, как говорится в Ималопракте. И далее автор в Ималопракте приводит текст из коренной тантры Парамадибудха, где отражены все эти грамматические аномалии. Например, текст Тадхамулатантры, Бхагаван Аха, так Бхагаван сказал в коренной тантре, и с Сучандры ученики должны постоянно жертвовать желаемыми вещами, женами, дочерями, любимыми сыновьями, и предлагать их всем Буддам и Гурум. И далее, значит, обоняние возникает от земли, форма от воды, вкусовое ощущение от огня, осязание от ветра, слух от неизменного, мир явления от большого неба. Постоянно поклоняясь мудрием, с благовониями, ладаном, светильниками и так далее. Также поднося ей еду, питье, одежду, благородный сын предлагает ей своему Гурум. И далее в Ималопракте пишется, что Йогин при чтении священных текстов должен понимать слова, использованные вне правил грамматики. Аналогичным образом Кальки Пундариком пишет, что я должен был написать комментарий в Ималопракте, опираясь на смысл, чтобы победить тщеславие, порожденное привязанностью к правильному языку. И таким образом Будды и Батхисаты преподают хану ради освобождения мухшарцам, полагаясь именно на смысл. Они используют разные народные языки и разнообразные языки грамматических трактатов, чтобы искоренить тщеславие, порожденное привязанностью к роду, образованности и правильному языку. Уже в XIV столетии указывалось на эти грамматические казусы в санскринском тексте коренной татры Калачакры. Например, согласно Буддуну Ринчендубу, все генитивы в отрывке из коренной татры, вот второй, простите, первый стих, сарва, будханаму, гурунам, гурор. Вот все генитивы, они должны рассматриваться как датив. А все локативы во втором стихе, мединян, тое, анале и так далее, должны трактоваться как аблативы. Также во втором стихе в слове шабда отсутствует падежное окончание. В третьем стихе ады должен по правилу стоять в конце составного слова. И там же вместо множественного числа даты должен быть даты садоги в единственном числе. С одной стороны, этот отрывок подчеркивает ту важную роль, которую приписывали духовному наставнику в произъяснении правильного смысла слов, лечении своеобразных грамматических конструкций санскринской литературы Ваджораяны. Но с другой стороны, этот отрывок показывает, что в буддизме провозглашается приоритет смысла адха над формальной структурой текста Вьянджана, сформулированной еще в Чатух Пратишарана Сутрии. И этот аспект подчеркивается, например, в длиннейшем тексте в коренной тантре Парама Ади Будха, это Мула Калачатта Трантра, где в Будде приписываются следующие слова. Нужно учить дхармы любым способом подходящим живым существам. Йог усердно схватывает дхарму с помощью грамматически верных и неверных слов. Когда человек постигает смысл с помощью слов своего диалекта, то какой смысл в техническом языке шаастер? Конечно, с одной стороны очевидно, что в этом отрывке из коренной тантры Парама Ади Будха воспроизводится упомянутый завет Будды из Палинского канона. Однако, с другой стороны, есть и различие, так как в нем появляется йогин, который интуитивно может постигать смысл учения поверх всех грамматически верных и неверных изречений санскритских и вернокулярных лексем и понятий. Конечно, в Калачатте Трантре, с одной стороны, соблюдается изначальный завет Будды, используются лексические элементы из народных диалектов Дэшашабда, и свидетельство этому можно найти, например, в самой Калачатте Трантре, например, термины Чандоха, Упачандоха, Мелапака, Упамелапака и другие, которые являются названиями определенных суставов тела и не имеют ясных санскритских этимологий. А поскольку автор Калачатте Трантре был знаком с аюрведическими медицинскими трактатами, такими как Чарака и Сушута Санхиты, где используются стандартные санскритские термины для обозначения этих частей тел, то несомненно, что применение этих вернокулярных терминов не было случайностью, а соответствовало доктринальной стратегии Калачатте Трантре. Нюман, основываясь на вышецитируемой отрывке, по нашему убеждению справедливо заключает, что нарушение грамматических правил использования вернокулярных лексем является результатом естественного языкового развития из боли. Простите, Нюман заключает, что эти отрывки показывают, что здесь у нас нет результата естественного развития с боли раннего прокрыта, но они, видимо, были преднамеренно введены в литературу Калачатте Трантре. Пундарик, автор Вымалоправки, сообщает, что его отец Калькияша специально ввел грамматические некорректные слова, в течении Калачатте Трантре, с тем, чтобы устранить привязанность к правильному языку тех мудрецов, которые отстаивали применение правильного языка. Кроме того, неправильный санскрит в Вымалоправке также призван устранить тщеславие, основанное на употреблении правильного языка. И, согласно Нюману, в текстах Калачатте мы не имеем дело просто с плохим санскритом, так как неправильная грамматика, используемая в Калачатте Трантре и в Вымалоправке, не является результатом некомпетентности их состоителей. Авторы этих текстов, Яшес и Пундарика, демонстрируют огромные знания всего спектра брахманского обучения, включая грамматику, просодию и поэтику. Они составляют правильные, даже элегантные санскритские фразы, когда этого желают. Более того, в Вымалоправке Пундарика иногда даже указывает на неправильные формы, появляющиеся в Шри Калачатте, и объясняет, чем они отличаются от стандартного использования санскрита. Конечно, неправильные грамматические формы санскрита ранней литературы Калачакры представляют большие проблемы для текстологов, переводчиков, редакторов. Если бы эти формы использовались регулярно и последовательно, то было бы достаточно просто научиться распознавать и понимать их. Но, к сожалению, это не так. Неправильные формы появляются в стихах и прозаических отрыков, которые обычно в других частях написаны на стандартном санскрите, а иногда нерегулярные формы замаскированы так, что их интерпретация допускает различные толкования. И важно подчеркнуть, что в таком подходе к языку выражалась также социально-этическая доктина Калачакры. В калачакинской литературе, как мы видим дальше, утверждается, что на основе классовых предрассудков в Индии выработалось предвзятое отношение к языкам, восхваление санскрита и пренебрежение локальными языками различных народностей. Идея выражена в Ималапракхе, глава 5, стих 127. Представители традиции хорошо осознавали, в чем теоретические, практические и лингвистические особенности учения Калачакры противоречили культурным, религиозным и социальным нормам господствующей брахманской религии, которая придавала исключительный статус санскриту, приписывая ему божественное происхождение. В учении Калачакры эти особенности используемого языка трактуются не только в контексте его празелитской стратегии и сатериологии, но также в рамках ее социальной доктрины. Грамматические неточности и лексический синкретизм санскрита Калачакры-тантры трактуются как а. искусственные методы по устранению самомнения тех, кто привязан к своему социальному классу, учению языку, и б. искусственные методы стелы с доступным буддистское учение Ваджурайяны различным народностям, говорящим на разных языках и диалектах. В Ималаправке глава 1 стих 1 утверждается, что люди, обладающие ложным чувством идентичности, санскритской митья агамкара, цепляются за один единственный санскритский язык и учат, как это засвидетельствовано в Магабараде, что даже одно единственное слово правильно произнесенное исполняет желание. В них утверждается также, что брахманы написали эти труды на санскрите, чтобы не допустить вайшев, шудры, представителей других низших сословий к изучению доктрин и различных наук брахманов. Также в Ималаправке подчеркивается, что брахманы хорошо сознают тот факт, что если представители низших сословий обведут эти знания, то больше не станут почитать брахманов за их особые преимущества. И в том же отрывке в Ималаправке утверждается, что Будда и Батхисаттвы пользуются не только исключительно санскритом для распространения буддийских учений, но они прибегают также к всеведущему языку, сарвачна паше, используя выражение языков не только местных народов, но и различных стран. Парама Адибудха Тантра... Отрывок из Ималаправки, глава 1, 5, значит... Мы закругляемся, да? Да, да. Сейчас уже. Парама Адибудха Тантра, которая очень часто титируется в Калачакте Тантре и в Ималаправке, также выступает за применение синтетической лексики во благо людей различных социальных классов, этноконфессиональных групп и с разными умственными способностями. Согласно этому источнику, Будда сам выразил эту мысль в следующих словах. Когда можно понимать суть и на региональных диалектах, то какая польза в употреблении технических терминов шастр? В различных странах алмазу даются различные имена, между тем его суть от этого не меняется. Точно так же посланники моего чистого учения используют различные выражения в соответствии со способностями живых существ. Примечательно, что синкретизм характеризует Калачакра Тантру не только в лингвистическом отношении, но и в доктринальном. Философско-понятильный аппарат этой Тантры основан не только на буддийской философии, но использует также доктринно-ортодокциальных школ индийской философии и религии – санхи, йога, вишнуизм, шиваизм. В этом отношении синкретический язык, Сарвачна Паша, очень близко стоит к понятию джинна-накая – тело знаний Калачакры. Тело знания Калачакры принимает различные формы знаний и передает человечеству разнообразной системой знаний, включая даже ведийскую религию. Будда Калачакры из своих западных уст передают рикведу, из северных уст – ядюрведу, из южных уст – самоведу, а из восточных уст – адхарваведу. Из того же самого источника, из своих уст он передает другие религиозно-философские доктрины, например, тантры о духах, Будда-тантры, и буддистская философия школы Матхамика, а также философская система Схавира исходит из его западных уст. Будда Калачакры также передает каула-тантры, индуизм и буддистские тантры, мудрости, философские учения школы Югачары и Сарвастин-Вадынов. Из своих восточных уст он передает их. Из северных уст передаются также учения ситханты, индуизма, буддистские тантры, действия Крио-тантры, философской системы Вайбхашиков и Махасанхиков. Из южных уст выходит в свет также учения вишнуизма и буддистские йога-тантры. Ну и так далее. И на основе этой модели в учении Калачакры-тантры утверждается, что различные религиозно-философские школы имеют единый общий источник и рассматриваются в качестве проявления различных аспектов просветленного ума и мудрости Будды, которые облекаются в ту или иную религиозно-философскую доктрину в соответствии с учетом умственных и духовных способностей различных людей и народностей. Этим уникальным методом на метафизическом уровне, объединяя корни всех религиозно-философских систем Индии, Калачакра-тантра вместе с тем выказывает свое уважительное отношение к ним, усматривая в каждое из этих систем нечто очень ценное, исходящее из самого Будды. Такая точка зрения о происхождении различных религиозно-философских школ характеризует синтетизм Калачакры-тантры, который интерпретируется с позиции символического языка Ваджурайаны и другие философские учения, способствует социально-религиозной интеграции посредством обращения представителей других религий в учение Калачакры. Помимо вишеприводимого несколько идеализированного и мифологизированного описания происхождения синкретичной доктрины Калачакры, передавшего через свои уста различные религиозно-философские системы, в текстах и в Мандале Калачакры можно усмотреть реальное присутствие многих доктринальных и понятивных элементов, упомянутых выше различных школ. Например, некоторые идеи Шива-шектистской философии просматриваются в текстах и в Мандале Калачакры, в ее семиотической структуре, особенно если рассматривать центральную божественную пару. Так, в процессе зарождения божеств Мандалы, подобно развитию эмбриона, когда на ранней стадии у него проявляются 10 основных ветров, от Калачакры и вишваматры появляются прежде всего 10 богин или шакти, которые сосредотачиваются вокруг центральной пары. Нужно сказать, что термин шакти очень редко используется в литературе тибетского буддизма, однако Калачакра-тантра для описания 10 богин использует именно этот термин. Что касается вишнуизма, то большой интерес представляет интерпретация 10 воплощения вишну в Калачакры-тантри во второй главе, где аватары вишну символически представляют различные ступени и состояния сознания. 24 антологических категорий философской школы Санкры присутствует в космологии Калачакры. Правда, их число доводится до 36. Ближайшее рассмотрение шестичленной йоги Калачакра-тантры обнаруживает ее исторические корни и связь с ранними формами шестичленной йоги, которые встречаются как в буддизме, так и в индуизме. Сатриологическая категория мокша, широко распространенная в традиционных индуистских школах философии, встречается также в Калачакринской традиции, в Ямалапрадхе, также в комментариях, и семиотически выражается главным образом ваджурой, ключевым символом данной традиции. Ваджуро, по сути, является и методом, и окончательной целью всех духовных практик данной традиции буддизма. И еще один последний аспект лексического и доктринального синкретизма Калачакры-тантры проявляется в использовании и переосмыслении терминов, и понятий буддистских школ, отличных от нее. Например, в Калачакре-тантре часто используется термин буддистская школа йогачара, Алая-Виджняна, сознание-сокровищница, просто для обозначения сознания или потока ума. Применение подобного лексического и понятийного синкретизма обнаруживает основные устремления авторов Калачакры-тантры обратить в свою лону сторонников различных буддистских школ, отличных от матхямаки, над доктриной которой опирается эта тантра. В Ямалапрадхе, глава 2 стих 173, например, югачарины, саултрантики и вайпхашики объявляются простодушными буддистскими еретиками, баутха-тиртхика. Вот. Я уже заканчиваю, буду сейчас... Уже, по-моему, можно сказать, что... Заключение. Заключение. Вот. Резюмеры, вышеизложенные, можно говорить о двух основных характеристиках языка ваджираяны. Упая-каушали – это методологический аспект, согласно которому предполагается использование санскрита с намеренными грамматическими отклонениями для борьбы с числами и привязанностью к языку отдельно взятого элитного класса. И Сарваджина Абхаша – разработка всеведущего синтетического языка, где на ряду санскрита могут использоваться слова и выражения разных диалектов и языков, а также понятия различных философских школ, преследуя при этом чисто дидактические и празилитские задачи. Учение должно стать привлекательным и доступным всем. Благодарю за внимание. Будьте любезны, можно? Да, пожалуйста. Во-первых, вопрос. Я просто не следил за последними достижениями текстологии издания. Каков уровень сохранности и доступности в виде издания мула-текста, то есть парамади-будды, потому что будды. Потому что вот Вималапрабха у меня есть, а этого, когда я интересовался, мне казалось, что и вообще нету на санскрите. Да, нету вообще. Дело, что мула-парамади-будха, да, текст мула-кала-чакра-тантра, он только в отрывках цитируется в лаку-тантре и в ималапрабхе. Отдельного изданного текста мула-тантры нету. Понятно, понятно. Ну и еще я хочу сказать такое соображение небольшое, потому что то, что вы говорили, очень исчерпывающе, убедительно, и это является одним из вариантов, я бы сказал, запароливания текста тантры. Потому что он запаролен разными способами, и заниматься им так лингвистически, наверное, можно, вот так все надо соблюдать сугубую осторожность, если нету обьишеки, потому что, например, Глюнведель не поверил, что можно сойти с ума, и сошел с ума, когда начал серьезно заниматься кала-чакра-тантры, и он первый, но не последний, потому что это действительно очень серьезная тантра. Вот так. Да, конечно, и вы действительно правильно говорите, что здесь определенная шифровка есть, и здесь, конечно, все тексты Ваджирояна и тантрические тексты, они пользуются символическим языком, я об этом практически мало в сегодняшнем докладе говорю, потому что это еще отдельно большая тема. Вот говорили, я слушал Олег Ерченков про вот санкеты или парибхашита. Здесь в Ваджирояне есть понятие санкхапаши, вот я отдельно это исследую. В Хриваджир-тантры встречается символический язык, да, вот семиотический язык кала-чакры-тантры действительно здесь можно говорить об особом таком языке символическом, который так просто без обхищеки или без таких особых интуиций, да, очень сложно расшифровать и можно искажать или недопонимать многие вещи, да. С другой стороны, Алай-Лама говорил, что если вас интересует теория, изучайте сколько хотите, только не заноситесь и не пытайтесь выполнять методы созерцания, потому что тогда крыша поедет. Да, согласен абсолютно с вами, согласен, конечно. Благодарю вас. Да, взаимно, большое спасибо за реплику и вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok